Вот честно радует меня тот факт, что членство в КПРФ Магнитогорска увеличивается. То есть бред и идиотизм, дерьмократия отваливается. Нам везде трубят, что КПСС отстой, но поверьте, при КПСС существовал Советский Союз. Да и проституток там не было, и наркоманов, и бомжей, ворьё в законе и без него. Варшавский договор с теми же условиями. К слову, те страны, где был коммунизм, так и остались. А как Китай-то вырос, вот это да, коммунистический Китай. А то, что у нас, слушаем внимательно. И ситуация из года в год ухудшается и ухудшается, хотя Путин и его команда изо всех сил делают хорошую мину при плохой игре. Зюганов так сказал, что нам обещали рыночно-демократический рай, а провели по всем кругом ада. Действительно, народ уже, наверное, привык, что цены растут на продукты питания. В самое ближайшее время обещают подорожание мяса где-то на 10%. И так мясо очень дорогое, и свинина, и говядина, и курятина ещё сделают дороже. Вслед за подорожанием мяса всё сразу вырастет, и цены на бензин уже поднялись. И всё другое подтянут, и за газ, и за всё, и за всё. То есть вот этот экономический геноцид, это уже устоявшаяся политика данной власти. И естественно, откуда всё возьмётся, но если, так сказать, деньги ещё можно нарисовать, наштамповать, то всё остальное из воздуха не появится. Естественно, что и зарплаты нигде особо-то не растут, наоборот, где-то сокращают, подрезают. Я, кстати, разговаривал с одним рабочим на ММК, он, значит, работает на ККЦ, ремонтник. Их работало 20 человек, бригада. Сейчас оставили 9 человек. А объём работы тот же самый, и уровень зарплаты тот же самый. То есть идёт жесточайшая эксплуатация тех, кто работает на производстве. Может быть, немножко получше себя чувствуют где-то и ТР-овцы в кабинетах и так далее, повольготнее. А работягам очень туго достаётся, и работяги боятся потерять даже эту жалкую, но остро эксплуатируемую работу. Идёт деградация и социальная. Это, конечно, по официальным данным, я вам проведу цифру конкретную, только по официальным данным. В Российской Федерации на сегодняшний день от такой счастливой жизни 40% неадекватного населения. Это не значит, что все шизики, дебилы и так далее. Просто люди настолько измучены психологически, значит, настолько задавлены, что они уже не воспринимают реальную ситуацию в полном объёме. Каждый живёт в каком-то собственном, особом, выдуманном мирке. Ему кажется, что его мирок самый лучший и самый спасительный. Вот в чём проявляется неадекватность. Да, у нас выборы. К слову, я участвовал в первых и проиграл. Но наше участие дало человеку из нулей вырасти до 31%. Неплохо поработали. Но КПРФ России, как и все селяне, выбрали лучшего губернатора Петра Ивановича Сумина. Это был лучший человек, который, отдав власть знойному любителю тайских попок из мужчин, говорил, сохраняя людей южноуральских. И вы знаете, про Сумине я ездил на 600-м и платил 19 тысяч рублей. А после стало как-то не по-детски. И честно, мне до боли жалко Петра Сумина. Был идеал, до которого ещё никто не дорос. Теперь дальше. Президент России может отвинтеть любого губера из-за утраты доверия. А КПРФ хочет показать, что её на Циевске может рулить Челябинской областью. Ведь было такое про Сумине. И если он будет показывать качество, если мы из 12-х мест рванём на 5-е, а может быть и на 4-е, то мы это можем сделать. И почему не на Циевске то? Москва, Петербург и любимый хребет Урала, Екатеринбург и Челябинск. Но может попробуем, а? На сегодняшний момент нас интересует город Магнитогорск. У нас будут только выборы губернатора. Более 185 участковых избирательных комиссий у нас откроются. Мы в своё время закрыли членами комиссии с правом решающего голоса на все 100% нашей участковой комиссии с правом решающего голоса. Основные, в основном, кто здесь сидит, уже являются членами участковых комиссий. Но есть у нас товарищи, которые не так давно к нам пришли, КПРФ, и которые ещё сегодня будут приняты или недавно принимались. Мы их будем посылать также в участковые избирательные комиссии работать.